Друзья, всем привет! Это Илья, канал Мигрант Медиа. Меня зовут Вадим. Я обращаюсь к коллегам-журналистам. Я думаю, что многим будет интересен этот материал. Я вхожу в поселок Солнечный и заодно вхожу в главенствующую партию «Единая Россия». Являюсь там секретарем первичной ячейки. Уехал я с России, потому что мои нелесоприятные высказывания в сторону «Единой России» и их политического курса, который они сейчас взяли. Это напрямую торговля, поддержка «Единой России» людям, которые даже там никогда не состояли. Есть такие факты. И удушение политики, как на корню, в России в общем. В таком формате. Если кому интересно, можете насмотреть канал. Там и в дальнейшем будем все это рассказывать. Может быть, у тебя какой-то вопрос. Да, я хотел задать вопрос. А почему именно выбрана была партия действующей власти? Действующая причина вам назову. Я был молодой, целеустремленный человек. И меня пригласили в эту партию, потому что видели мою работу. То есть пригласили и сказали, если ты хочешь дальнейшего карьерного роста, вступай в «Единую Россию». Нет, но останешься на том же уровне. Я вступил. Для меня это как таково было новое, интересное ответвление в моей жизни. И когда я вступил в партию, получил свой партбилет, стал активно участвовать в жизни «Единой России», я понял, что люди там далеко не чистые на руку. То есть в основном это работают главы этих партий. В Сургутском районе и в Сургуте в общем. Потому что идет в списках при собрании партии, когда проходит праймерис и идет выдвижение кого-то на должность. То есть даем, так сказать, поддержку «Единая Россия» дает тому или иному кандидату. То есть люди входили туда, в этот праймерис, которые даже не состояли в партии. Которые не являлись никогда членами партии. Хотя у нас свои были достойные люди, которые могли бы представлять нас на главу района, на главу поселения. Или губернаторы, когда в России начнутся выборы губернаторов. Это тоже немаловажно. Потому что губернатор у нас Наталья Комарова. Это отдельный разговор о ней. Поэтому я стал это все видеть, как это работает. И стал возмущаться. Меня это очень сильно возмущало, что партию не то, что разрушают, а используют в корыстных целях. То есть получают за это деньги и продвигают людей, которые туда идут тоже из корыстных целей. То есть побуждение для того, чтобы помогать людям. Строить свою карьеру и наживаться на этом. Да, я знаю, что вы даже сделали какие-то расследования. Да, у нас в принципе там расследование. У нас настолько уже люди, как сказать, не испуганные законом, что там в принципе это все наружи. Нам раздавались списки, мы сидим. Нас приглашают секретарей партии. Ячеек, не партия, а ячеек. То есть Единой России. И мы голосуем. То есть раздаются уже готовые списки. То есть мы просто ставили, нам сказали так, ставим вот за вот этого кандидата галочку. А что это за кандидат? Откуда он взялся? Состоит он в Единой России? Нет. То есть никакой информации никто не обладал данной информацией. Но поскольку мы все работали в бюджетной сфере, Единая Россия очень сильно этим пользуется. То есть очень много в ней бюджетников. Люди, которые зависят от бюджета. И в случае, если человек вроде меня выскажется, то есть скажет, отставит свою позицию будет, что он не согласен с этим. То есть минимум, что его ждет, это увольнение с работы. Это минимум. А максимум, это моя судьба, повторение моей судьбы. То есть моего пути. То есть это бег с твоей стороны. Да, еще вопрос, связанный с Украиной. Я знаю, что вы поднимали этот вопрос. Да, поднимался этот вопрос. То, чтобы закрыть границы с Донбассом. То есть прекратить, чтобы через нашу границу не поставлять туда наемников. То есть прекратить. То есть я неоднократно высказывался, чтобы закрыть границы и ввести миротворческие силы. То есть мы находимся... То есть в ООН могли бы себе это... То есть у нас это политически, мы можем это сделать. Если бы закрыли границы, как нам и предлагалось. То есть не поставлять туда наемников. Потому что очень много друзей у меня живет. Там я сам с Горловки. И люди высказываются, что наемники, которые туда приезжают... В начале войны, конечно, это не замечалось. Но в дальнейшем они, мягко сказать, очень плохо себя вели по отношению к местному населению. Именно наемники. То есть не само ополчение, которое там воюет, не местные люди, а именно наемники. Выходцы из определенных республик, то есть из Северного Кавказа. То есть относились к населению очень неплохо. Да, еще вопрос. Вас как-то поддержали? Или вы наоборот усугубили ситуацию? Я свою усугубил ситуацию по причине того, что Донбасс и Крым это очень, как сказать, ну, нелицеприятные такие моменты, когда ты, тем более, в партийном собрании высказываешься. То есть это очень нелицеприятно. И люди, может быть, в душе своей, то есть у кого есть там, кто в курсе всех событий, у кого есть знакомые, кто оттуда бежал, да, кто, когда прибежал сюда, да, в Россию, то есть, скажем так, приехав в Россию, увидел, что происходит, и уехали обратно, очень многие уехали обратно. Потому что, то есть, то, что было обещано в России, было не исполнено по отношению к гражданам Донбасса, по отношению к гражданам Украины, которые тогда еще были гражданами Украины. Вот, было не исполнено. То есть им пришлось уехать обратно. Понятно, то есть это повлияло на то, что вы стали депутат в Апале? Да, да, не только депутат в Апале, но и партийцы в Апале тоже, потому что на меня хотели завести уголовное дело, но для того, чтобы завести на меня уголовное дело, им надо было лишить меня мандата и выгнать партии, но они немножко не успели, то есть я уже уехал оттуда. Да, я знаю, что были угрозы, что... Да, угрозы расправы, да, физической расправы поступали угрозы, ну, то есть таким образом, то есть мне приходилось прятаться, менять места жительства, то есть съехать со своей квартиры, которая была по праву моя, то есть я съехал с семьей, и мы, то есть прятались некоторое время, пока не приняли решение, то есть обратиться к Илье и уехать с Россией. Да, сейчас в данный момент мы находимся в Мейхко-Сити по дороге в Тихуану, в Соединенные Штаты, Вадим планирует подать на политическое убежище, я думаю, что находясь в США, у вас, наверное, будет больше материала, да? Конечно, конечно, да, я соберу, то есть материалы, и там уже более подготовлюсь, я буду вести свой блог, как можно бороться с тем, что, то есть идут вбросы постоянные, для того, чтобы люди не фотографировали свои бюллетени и не скидывали секретарям первичных ячеек, за кого они проголосовали, то есть в основном это касается бюджетных сфер. Потому что я во всем этом участвовал, да, то есть непосредственно, то есть мне приходилось это все видеть, наблюдать, то есть я неоднократно это осуждал, но, то есть по сфере своей работы, то есть мне приходилось это видеть, и то есть я знаю, как с этим бороться, то есть я знаю, как можно бороться с вбросами, я знаю, как можно бороться с тем, что заставляют людей фотографировать бюллетени, за кого они проголосовали, если они не там поставили галочку, им грозило увольнение, то есть с работы, то есть это вся наша бюджетная сфера. Понятно. Еще вопрос. Я знаю, что у вас были стремления, да, то есть вы как патриот страны что-то хотите делать? Да, конечно, конечно. То есть я вообще, когда вступал, то есть когда мне предложили вступить в партию «Единая Россия», то есть я прежде всего прочитал их устав, то есть партии «Единая Россия». Мне он понравился, то есть в принципе, то есть и я стремился к чему-то, я стал депутатом для того, чтобы помогать людям. То есть люди ко мне обращались, я непосредственно, я сам, то есть без административного ресурса им помогал, потому что административный ресурс на людей закрывает глаза. И неоднократно, то есть этот вопрос поднимался, я делал запросы, и на глав делал запросы, и делал запросы уже на губернатора ХМАУ. Но, как говорится, у нас на людей, люди нужны только, когда идут выборы, и нужны голоса. Больше люди у нас в России, по-моему, незачем. То есть, ну, для того, чтобы еще платить налоги, пополнять казну, чтобы ее можно было разводить. Понятно, вот тут политический конкурс, по которому сейчас идет Россия, есть будущее? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, первый, то есть на сегодняшний день, последнее время я заметил, что у молодежи стало модно заниматься революцией, поскольку молодежь не согласна. Молодежь у нас в России, вообще, в общем, даже я не беру Ханты-Мансийский округ, да, она находится непрекаянно. То есть она не нужна государству, потому что до 18 лет они не нужны, потому что их голоса нигде не учитываются, они не нужны России. Поэтому у нас молодежь ходит, болтается по подъездам, каждый занимается своим делом. Спортивные учреждения у нас закрываются по России. И школы образования тоже, то есть у нас находятся в упачевском состоянии. Поэтому, как бы, то есть я считаю, что тот курс, который на сегодняшний день держит Россия в политическом фоне, то есть он ни к чему не приведет. Потому что уже в народе ходят, даже не то, что в народе, а везде по всей России, за кого угодно, но только не за Единую Россию. А Единая Россия у нас, как говорится, главенствующая партия, и поэтому, то есть, это будет излом, скажем так, для Единой России. Понятно. Что бы хотели передать напоследок тем, кто сейчас в данный момент также находится в каких-либо властных структурах и также как бы разочаровался в этой структуре? Ну, бороться я им не могу предложить, потому что я сам ушел. Нет, вы же тоже планируете? Нет, я планирую, да, бороться, но уже, то есть у кого есть семьи, у кого есть дети, то есть они находятся в опале там по причине боязни за своих родных. То есть, вот предложить, вы знаете, то есть только бороться, бороться, еще раз бороться с этим. Потому что на сегодняшний день появляются в России новые движения, новые партии, новые, то есть выбирающие кандидатуры. То есть можно, в принципе, дать отпору нынешней власти сегодня. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего доброго. Всего доброго.